Доброго всем вечера, привет, здрасте, всем доброго воскресенья, последнего воскресенья этой осени, дальше только зима и дальше только 2021. Такие дела. Так, что у нас сегодня? Я тут решил, откопал, в общем, полазил по играм, посмотрел, что еще интересного можно откопать. По скриншотам тяжело вообще догадаться, что это такое, что с этим делать, как это есть, с чем это есть. Тем не менее. Не включил. Тут вот узнал, что есть такая вот игра на Денди. Звучит достаточно качественно, я решил дать ей шанс, не знаю, что она из себя представляет, я никогда ее ни у кого не видел. Спойлеры, поехали. Здорово, Сейперикс, добрый вечер. Игра называется Порки Пик и Таффи Дак. Хотя, по факту, игра называется Тинетун 6. Естественно, выпущена без лицензии. Так, а че это такое? Так, здесь должен быть текст, но его почему-то нет. Где сюжет? Почему черный экран? Я мечтаю о том, чтобы стать звездой. У меня есть актерский талант. Я выучу актерство. Здорово, Найтмер, добрый вечер. Здорово, привет. Как можно скорее. Эй, вы услышали, что баба сказала? Да, она хочет стать замечательной актрисой, но если она будет путешествовать сама, то мы не знаем, что с ней случится так быстро. Мы должны следовать за ней и должны уставить все, что она не попадет в беду. И подумай об этом. Я голоден. Итак, давайте начнем. С КВ протонули? Слушай, может быть. Может быть. Актрисам нужно две вещи. Талант и удача. На самом деле актрисе нужен продюсер толковый и все. Это у него уже должны быть талант и удача. Но этого даже недостаточно, когда однажды путь в гору нашу, чтобы я уже в гору пойти. Честно, так я сам не знаю, но я первый раз его вижу. К счастью, у меня есть друг, похожий на Дизель Дьявола, чтобы помочь мне. Так давайте, пускай он это сделает. Уждяк. Выглядит неплохо. Должен отметить. Это блоки Марио, которые не бьются. Ааа. Управление странное какое-то. Заносит. Не, ну все анимированное. Все так неплохо выглядит. Не знаю, называется она Тинни Тун 6 Unlecended. Какая у меня лайфбар какой-то. В Тинни Тунах такого не было. В Тинни Тунах один раз и до свидания. Ой. Гляньте, даже урон не нас. Запасочные сердечки идут. Ничего себе. Блин, круто. Слушайте, ему зон мой любимый на месте. Да, на Сеге помню. Ах ты гад. Вот, кстати, на Денди такое в первой части проканало, по-моему. Вот так вот. Проскочить через урон. Как же Бэдику, ты как раз четвертая часть проканала. И как тебе четвертая часть? Вот насчет того, что это не самая худшая операция. Я даже скажу, наверное, это самая лучшая операция, поигра, что я видел. Они хотя бы догадались, ведь наработки уже готовы, а не рисовать страх и ужас. Так, респавнится предмет. Интересно, еще раз, я могу спуститься в анализацию? Да. Гляньте, а тут уже другое что-то. Ты хочешь сыграть с мутаном акций? Да, хочу. Хочешь знать правила? Хочу. Использую плюс, чтобы двигаться. Крестовина, наверное. Бопни, а кнопку. Бонус за 200 очков. Поехали. Так, что делать? Так. Да, блин, а как мне его ударить-то? Он вылезает раз в 100 лет куда-то. Не, спасибо. Если бы хотел папироску, я бы попросил. Сказал бы, дай папироску. У тебя 100 очков. Отличная попытка. Ты хочешь выйти? Да, хочу. Кстати, есть ремикс зеленого слоника на эту тему. А нет, смотрите. Это, оказывается, было другое подземелье. Как же я в детстве обожал эту мелодию. Да, камон! Уже минус 2 жизни. Вот ни в одной игре такого я не помню, чтобы враг выпрыгивал из ямы, зависал в воздухе и висел там. Ладно, давайте пойдем уже дальше, а то на первом уровне можно вечно сидеть. Ой. А как тут разогнаться? Тут, смотрите. Никак. Здесь кнопка броска предмета. Интересно, зачем? Сражаться с боссами, что ли? Ресет. Не прыгнул. И мне еще нравится сам уровень. Вот этих призраков с тыквами я вообще обожал. С тыквой голововых этих. В простынях летающих. Там еще раз эта мелодия встречалась уровень в пещере. Он тоже крут, но, к сожалению, не так. Я вот жаждал этих призраков, чтобы их побольше было. Все же управление они не смогли повторить, потому что всего лишь на дэнде две кнопки. И они кнопку под бег заменили... Короче, бросок оружия делали. Бросок парковки. Может быть, хак на первую часть. Ну что, тоже редкость. Из хороших хаков я могу назвать, пожалуй, только... Танк А, который вы все помните. Здорово, Дон. За хоз спасибо. Добрый вечер. Дратути. Короче, не будем спускаться на пеньки, там... Смерть. Пойдем поверку. Проходи, браток. Как стать World of Warcraft? Что скажешь? Из первых уст ты же наверняка ворвался в Shadowlands. Давайте все-таки сюда спустимся. Что? Камон! Ну что за... Почему все время, в какую дырку ты не спустился, ты в начале подземелья оказываешься? Самый лучший запуск аддона за всю историю, серьезно? Самый лучший запуск не значит, что еще аддон качественный. Да он не прыгает. Он, точнее, как-то странно прыгает. Тут еще нельзя разбежаться. Мне вот это вот немножко разбивает. По-моему, лагов и багов. Так что, теперь не Лич Кинг самый хороший аддон последний. Теперь Shadowlands. Самый последний хороший. Приехали. Тут тупик. Так, надо привыкнуть к этим прыжкам. А нет, смотрите, это другое. Гррр. Я Диззи. Я знаю, где найти красивого кролика. Грр. Мне вращаться сквозь гору. Диззи любит камни. Так, еще. Были очень большие силы, было гладко, но понравится локация. Очень понравился. Понял. Только Диззи здесь поможет. Диззи голоден. Пока-пока. Так оно автоматически делается. Мне даже ничего нажимать не надо. Окей. Фух. Это обучение слишком много для меня. Понялся время на отдых. От книг. Давайте отправимся в город. Кто знает, может быть мы выучим. В актерском мастерстве там. Там есть Пушок. Если мы потеряемся, то мы можем позвать Пушка. Ну, музыку игра использует из первой части. Наверное, это не есть даже плохо. Это хак? Это игра без лицензии. Может быть, она является хаком. Кто знает. Информации у меня по этому поводу нет. Крейден, здоров. Когда утки. Блин, я уже забыл про этих уток. Не знаю. Вроде поведение врагов, как в первом тени-туне, вот эти вот с борозками. Только они тут обновляют предметы. Как он меня сейчас заделал? Обычно в пиратских играх это самая страшная проблема. Я, кстати, если вот это вот быстренько пройду, я вам еще одну пиратку покажу. Суперечку. Есть у меня одна на примете. Я даже на картридже ее веду. Так, а зачем кристаллы нужны? Ой. Ой, ужас. Моя фиг с ним. С прыжками тут все равно какая-то хрень. Потому что смотрите, если вы прыгаете с места, вот смотри... То есть, если вы просто нажмете кружок и нажмите в сторону, то вы вообще на расстоянии никакой не пролетите. А если чуть-чуть пройти вперед, даже просто чуть-чуть вперед нажать, то уже будет кружок в длину, скажем так. Офига себе, даже эти блоки защищают вас. От предметов. Так, давайте попробуем залезть в этот люк. Тут тепло. Как же это сделать? Ах ты сразу. Он не допрыгивает до туда, увы. Не, ну камон. Надеюсь, туда не надо обязательно заходить. 185 кристаллов. Я знаю, зачем они. А, это тупик. Окей. Если еще раз сюда залезть. Ага. Ага. Отлично. Видели вылез из люка? Тут же получаешь урон. Что за бред? Что за бред? А, это яма была. Ну, конечно. Не совсем понятно, че там яма, а че не яма. Да он не допрыгивает. В чем проблема? Не хочет залезать в труп. В нору. Да, блин, даже так попали. Так, ладно, можно пойти еще в эту сторону. Так, можно было в первой части так вот. Но тут нет кнопки разбега, чтобы это сделать. Вау, слушайте, я не догадывался нажимать на паузу раньше. Так и в ту трубу, значит, мы как-то могли залезть. Но он все равно не пролезает. И летать он, кстати, тоже не умеет, как-то в первой части. Может, из них ползать умеет? Почему-то я не догадался на паузу нажать. Отвентить бы тут фигню, конечно, да, чтобы пройти. Но, увы, тут так нельзя. Может быть, тут еще какой-то дополнительный персонаж к нам присоединиться. Не ускоряйся так внезапно. Ну, я ж не нажимаю этот. Я никак не могу это контролировать. Блин. А почему-то в книжке кодов Пушка называли енотом. Не помню, как прыжок не сработал. Кстати, сейчас импус съела игра. Не помню, как его мультсериал называли. Нет, даже так не допрыгивает. Ты тоже в детстве считал, что он ено? Вот. Мы из-за книжки. Колдов, так считали. Енот, который... Ну, который пушок, который... Умел лазить по стенам в первой части. Нет, он никак не допрыгивает. Хоть ты что делай. Вот интересно, почему в первой части на Сиге в игре они отказались от других персонажей. С обилками. Да, блин. Я ускорился. Все же играть в это гораздо тяжелее, чем может показаться. Вот все было нормально до вот этого момента. С такими ямами, идиотскими. Причем, кнопкой вот этого броска овощей я даже пользоваться, скорее всего, не буду. Просто буду, блин, играть как платформер какой-нибудь. Вау. Какой-то странный континью. Он меня бросил сюда. Ну, ладно, хоть конты даже добавили. Прикиньте, что. Так, проверим, что тут. Возможно, сюда и надо. Шесть жизней на конт, кстати. Это тоже очень щедро. Тут, внезапно, морковка пригодилась даже. А тут непонятно, что есть мир, что нет. А, да, действительно, вот этот мир второй. Типа. Странно, что босса не добавили. Выглядит, конечно, игра клево. Вроде какие-то спрайты даже сами рисовали. По крайней мере, я нигде таких не видел. Вот кто-то предположил, что это порт с геймбоя от YouTube. Надо будет глянуть, какой он был там. Обычно в хаке просто переделывают уровни, там, например. Но остальное не трогают. Или меняют какие-то спрайты, например, другие наркоманские. Но здесь все нормально. Опа. Это пушок. Папс отправил его на тренировочную станцию. Помочь спрятаться. Могу помочь тебе. Найди... Короче, в какой корзине он может быть. Три раза. Ты выиграл. Дойдешь до нескольких трупов? А, все, можно идти назад теперь, да? Очень странно идут какие-то мини-игры или что это? Super Mario 14 топовая игра никогда не слышал. Ну что, драная жопа, как дела? Блин. Здорово, Firestar Sex. Здорово. Это мне сейчас придется еще раз идти за котом? Или нет? Вряд ли игра такие вещи запоминает. Эти хаки? Да я не знаю, что это. Давайте, ладно, сходим. Я сомневаюсь, что нахождение кота мне засчитали. Да тут нет никого. Вроде бы второй уровень, а уже сделали куту. Эту ерунду с этими ямами. Тут всего три персонажа. Что Диззи к нам не присоединился, что Кушок. Хотел просто посмотреть, что там дальше, но лучше не смотреть. Он все время в центральной сидит. Ты выиграл. Ну что ж, поехали. Теперь аккуратненько постараемся допрыгать. Не упав. С места я не допрыгнул, а с разгона надо было дальше отходить. Потрясающе. Найс. Тот, кто придумал такую систему с разгоном автоматически. Тот нехороший человек. Да блин. Все, меня игра уже бесит. Про этого страуса забываю. Летающего. Зашибись. Про эту я забыл фигму, я думал. Вау, идеально. Просто супер. Разработчики уже облажались со вторым уровнем. Сделал какую-то фигму. С какими-то тупыми прыжками, где-то не вписываешься никуда, не допрыгиваешь, соскальзываешь с платформ. Но это было понятно еще по ямам даже на первом уровне, что с этим они не очень. Так и как же мне туда прыгнуть? Вау, я урон снизу получил. Ясно. Тоже надо с разгона вот так вот лоп. Так вот лоп. С места страшно прыгать, да. А ну как доковыляли. Сколько текста? Он по центру. Вау. Он с краю справа. Не по центру. Но теперь это он точно по центру. То есть надо два раза из трех его найти. Морда у него, конечно, прикольная. Он выныривает из бака, заходим из руки. Значит, по центру. По центру. Все, ты идешь со мной, если хочешь жить. А, все, вот ты выиграл с томатом. Когда дважды подряд. Так, с места не прыгать. Прыгать надо издали, потому что с места ты упадешь. Прыжок не засчитается. Если ты краю подошел, вот ты не прыгнешь. Лучше вот так вот. Ай-яй-яй. Так. Ух ты ж, блин. Даже какая-то кастомная графика есть. Вау, анимация прыжка просто пипец. Так, кстати, сейчас ничего не нажимаю вообще. Он сам. Прыжок идет домой отдохнуть. Я почему-то подумал, что это стена, и нельзя пройти. Насквозь. Такое, назло, нет. Так и думал с этим блоком, что они так покосаны. А можно чуточку хп? Совсем малек. Еще и развилки. По-моему, я вышел где-то сзади. Потрясающе. Что бы было, если я вылез по центру? Неизвестно. Точно, я забыл. Я забыл про арбузы с морковками. Блин, они же у меня есть. Я же могу ими кидаться. Дают жиж, пользуйся жиж. Это очень странный заяц, который кидается морковками из того, что будет есть. Музыка из финального уровня. Сюда слезем. Нет, 250 кристаллов. Ой, вот зачем кристаллов. Ну, давайте, ладно. Это же с какой вероятностью ты... Шансы его ударить, это вообще ноль из миллиона. Хотя, если так подумать, он только вот тут снизу вылезает все время. А сейчас сверху вылезет. Почти 200 набил. Очень странный бонус все-таки. В Роккинг Скэт поинтереснее были бонусы. Вот это классно. Видели? Вылез из трубы, урон получил. Что за бред? Ну, как так можно было дизайнить-то? Враганда оттуда убрать. Ясно. Вот жесткий эндуранс какой-то. На морковке туда попасть? Нет. О, босс! О, другой студент. Мультяшка в этом городе знает, что я крут. Устроим тест силы. Если исполнишь его, я позволю тебе пройти. Даже маленький кролик может пройти тест. Ты готов? Попробуй. Это напоминает в Батл Тодз. На крысиной гонке босс так же бегает с такой же анимацией практически. Так, мне нужен арбуз, который катится. С одним хп как-то стремновато его валить. Вау, да ты силен. Сильнее, чем я думал. Проходи. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Перфоумерс. Интересно, что такое перфоумерс. В каком констекте это тут надо записать? Свой словарик. Найти потом перевод. И вид, что есть такое? Вид, wisdom и warm. Забыл, что такое wisdom, что такое warm, даже не знаю. Warm. Все запишем, все посмотрим. Такие слова мне не встречались раньше. У нас еще должен быть кураж. Испытаем кураж. В доме с призракем. Wisdom и мудрость. Точно, точно, точно. Архенгел of Wisdom. По хаунтам Фифи. Это вроде бы скун Сиха, да? Которая стеснялась вечно. Что-то этот хаунтин форест очень похож на первый уровень. Он вообще не страшный. Не понял. Я сейчас ловил ваншот от этих шуков. Некогда проверить. Некогда не ваншот. Ну, это какая-то дичь пошла, смотрите. Похоже, мы эту игру переквалили. Вот, улей, кстати, с пчелами даже остался. Он был в оригинале. И хитбоксы странные какие-то. Ой, не хочу я сыграть Монтану Мэш. Не хочу, отстань. Монтана Смэш Брос. Естественно, вселенная Тинеттуна жива там еще. Если они маньяков перезапустили. А, это он кулаком бьет, и они падают. Слушайте, вот теперь я понял. Вы же в курсе, что они маньяков перезапустили. Вот-вот они выйдут или уже вышли. Рисовка даже та же самая. Практически. Монтокс, здорова, здорова. Это Тинетун 6 называется. Без лицензии выпущен. То есть является пираткой. Как Тетрис от Тенген. О, хребота какая пошла. Ничего себе. Только музыку взяли из-под лунного уровня. Зачем так? На каком-то из уровней тебе хп не хватает. На каком-то тебе просто заваливают. Так, а где же ты с кунсихой? А нам надо ее найти. Вот эта музыка подходит мрачному лесу. Но у него не должен быть голубой задний фон. На то он и мрачный. Так, а мухи спать мешают. Эй! Вот это чушь вообще. Ну как так можно было делать? Эту фигню отвинтил, по трубе полез и сдох. Кураж, трусливый пес. Слушай, что ты название такое слышал? Как тебе такое, да, Илон Маск? Как это? Тестировали вообще как будет? Зачем? И так купят. И так будут играть. Да блин, хитбоксы тоже какие-то странные. Еще эта морковка на меч чем-то похожа. Не удивлюсь, если спрайт они тоже сперлись в какой-нибудь другой игры. Все-таки слишком качественные. Если ведь они позаимствовали. Хэмптон, они скорее всего взяли из второй части. Так, а тут что делать? По призраку прыгать? Эй-эй-эй. Я уже понял, что в этой игре из трубы вылезать небезопасно. Вот это дерево из кирби, походу. Возможно и вот эти тоже. Че, простите? А, так тут можно было идти. Или тут яма есть? Че-то я за насос взял. Да, я взял какой-то насос. Может быть его морковкой надо накормить? Или ананасом? Здорово, диван. Че, я подобрал какой-то насос? Или вантус, или че это было? Так, где мне искать теперь этого скунчса? Ты, 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 так, что за игра спрашиваешь? Называется Тинетун 6. Хотел, кидай-то морковку свою. Но нигде это из кунсихи что-то я не вижу. И куда же мне идти? Срата выглядит. Она без лицензии. С первым Тинетуном, Канамевским, она, конечно, не сравнится. Пытается подражать. А это и весь уровень. Я что, на предыдущем уровне ее не взял? Мне теперь все, не пройти. С какой-то игры сделали смоппал информации. Ответа на твой вопрос у меня нет. Потому что я не знаю. Кто-то сказал, что это с геймбоя игра. А, что не закончили? Слушай, хороший вариант. Возможно, она и не проходится, кстати. Можно будет обратиться на YouTube. Может быть, кто-то играл в нее ранее. Есть, конечно, вариант в эту другу спуститься. Хотя это и глупо. А, вот. Меня зовут Фифи. Меня запечатали здесь. В лесу. Призраки. Найди эту кнопку в лесу. Нажми ее. Это был не насос. Это была кнопка. Ну что? Ой, как это душит все. Вот это вот дело, а. Прыжки по платформам здесь. Разбег идиотский. Она проходима. Понял. Прохождение мы уже нашли. Куда идти. Интересно, насколько прохождение ее на YouTube занимает. Или там все сколько ты на YouTube находил. Так, мне же сюда, правильно? Так, мне же сюда, правильно? Так, я уверен, если бы в детстве такое попалось, но было воспринято, как реальный Тинетун 3. Потому что реально, или нет? И текст есть. И текст есть. И персонажей. И куча из мультика. Которых не было в первой части. Спасибо. Я помогу тебе. Даже смотрите, кастомные вот эти вот иконки. Хотя, могут быть они стыреные с геймбоя. Я была поймана до тебя. А теперь я... На пердела на дерево. И на это тоже. Жуть. Бабс, твой... Стоп, что? А, блин, я думал там Бабс... Бабс, я твой отец. Было. Ох ты ж, блин. Ну че такая музычка веселая? В замке-то таком криповом. С черепами и свечами. Так, какой-то лабиринт пошел. Давайте сюда. Бабс, я твой отец. Бабс, я твой отец. Если я не отправлю, ну пошел. Нет. Спасибо. Так. Сейчас. Я не знаю. Возможно, я не знаю, что я занимаюсь. Я не знаю. Да, блин, пока что я... Мне кажется, тут Шэмптона было поставить и кидать арбузы. Ой, не хочу, ты душишь. Я, блин, я нажал дважды. Ладно, сыграем раз. А, это другая какая-то игра. С кем ты хочешь бегать? Книжный червь, Свити и Литл Биппер. Давайте со Свити побегаем. Так, а что надо было жать? Алло! А, Б? По очереди что ли? Поздравляю! Ты хочешь выйти? Так, подождите, что произошло? Еще раз хочу. Нажимай А, Б. Друг за другом, да, типа? Для бега. Так, возьмем реванш. Поздравляем! Я дам тебе подарок. Жизнь плюс 1 и жизнь 3. Спасибо за ГГ. Не, я пошел, с меня хватит. Да я же нет нажал! Ты издеваешься что ли? Я думал, мне показалось в первый раз. Как отсюда выйти теперь? Это Би-Би, который... Кредит! Ты хочешь... А, но спросил, ты хочешь выйти? Я думал, спросил, ты хочешь еще раз? Ладно, победа. Погнали Страуса, который в списке там каких-то самых быстрых героев, типа даже с флешем равнялся по скорости. Спасибо, Найк. Другой посетитель... Я был неинформирован. Я здесь запечатан 100 лет. Потому что заклинание поместило мне сюда. Я пропустил кролика ранее, но... Я не сделаю этого снова. Я не понял. И что делать? Вау, какой классный босс. Вот классный, да, диалог есть. Босс приземляется. Думаешь, еще какой-то диалог будет. Вот палитра как будто реально с геймбоя. Вот этот оранжевый. А что я с тобой делать? Вау. А, окей. Хотя в чем смысл? Ты не можешь напрыгнуть на нее, когда она на нем стоит. Почему это должно быть, когда она спрыгнет? Какое объяснение это удается? Ладно, сейчас пройдем. Сперли с черепашек-ниндзя. Там был крэнк. А, смотрите, цифра 5 в углу. Я только сейчас ее заметил. Или не цифра 5. А, это кирпичи просто такие. Я сначала подумал, что это лайфбар. Вот он. Ах ты гад, там спрыгнуть пришли. Ну, вау, даже хитпоинты, блин, босс показывает. Даже тени динамические от свечей. Прямо как в думе 3. Зачем я прыгнул? Я ж нажал вниз. Игра. Хорош. Жрать импульс. Живучий гад. Вау-у! Н здоровый гад. Невario-гад. Нев初 sagen! Невiusci точка Сwasа. Невч 104 клы. Бабочка как в мозг. Дур招 savez с помощью Баларуиouring берете свое little когдаento столик с репроUS, которые поработают 7. �кдонщик. Невч-нави! Зачем я прыгнул? Но он же простецкий был, да? Ёла-пау, гинь мою теперь Странно, что тут никого спасать даже не надо На таком простом боссе слился, ну пупец Я даже не знаю, что лучше Что хуже Босс, который невероятно сложный, но там экшоний Просто лютый, либо вот такой Которого можно ударить раз в 100 лет По идее вот в этой игре с Астраусом Можно выиграть просто миллиард жизней Было бы желание Больше эти кристаллы в игре не для чего Да, ё-моё За экраны стрелять вообще нечестно Жулики Это кучу было Вау Вот это бред собачий, конечно, получился То есть они тебя ранили Ты вылетел из трубы и коснулся ямы и сдох Да, я нашел баг Для этого нужны люди, которые тестируют игры Ну ладно, это не будет считаться багом Но я провалился сквозь платформу Ну можешь чуть-чуть назад отмотать и увидишь Как я спустился в трубу вот в эту и сдох Вот в эту В меня попали в этот момент Брошенным предметом и я сдох Захотел, называется, глянуть, чтоб при трубе не сдох Окей, я вас понял Любопытство Любопытный Варваря нос на базаре оторвает И как там было Ой, да чёрт Ну что Ямя подходить вообще нельзя Тебя примагничивает Краю подходишь и падаешь Вот смотрите, сейчас покажу Вот Не, вот тут сейчас нормально было Вот, вот сейчас упал Вот, вот, ещё раз показываю Вот стоишь тут Нажимаешь один раз вперёд Или вот так Раз вперёд Нет, не вот тут он не падает Почему-то Вот, допустим, ты хочешь прыгнуть Нажимаешь раз вперёд То есть вот Как-то объяснить Надо прыгать заранее Потому что если ты подаёшь край Вот так вот нажмёшь прыжок Прям вот Казалось бы, побежав в край платформы Нажав прыжок Он может не сработать Срабатывает в 30% Случаев Даже наковальню можно убить Ничего себе На Денде так нельзя было В смысле В первой части Да Ну разгоняйся же Не торопись Это верно Хотя это оружие бесполезно на уровне Просто набьёт Разогнался чуть-чуть Самый полезный предмет Это фп-шка Они даже звуки правильно расставили Звук получения урона На месте Да блин Жулики Вот в эту трубу я слез и сдох А я здесь уже был точно Кристаллы какие-то странные Добираются Если не подпрыгнуть Да чёрт возьми Не прыгнул Точнее прыгнул поздно Когда уже с платформы сошёл Она вообще несложная Тут негде умирать Простые враги Простые уровни Короткие Но тем как-то Так или иначе Это получается Наздохнуть Лучше бы морковка Кидалась наверх Плюс бег В смысле Это была кнопка и бега Зажав вверх Можно было кинуть тут предмет Всё Проблема была пришена А как насчёт врагов Которые метают предметы Из-за экрана Как на это среагировать-то Даже если ты знаешь Что он там Что тебе делать В ответ кидаться что ли Сейчас не прыгал Разогнался вообще С места Одной морковкой двоих Ачивку дали Похоже что да Но похоже что это он Самый Эта игра по факту Вообще не сложна Можете сами попробовать Для галочек Палитра прям напоминает Геймбой Смотрите Два цвета Три Ну четыре Ладно Там Это белый и коричневый Тут потому что Типа на Неске Играем Добавили ещё Какой-то Одного цвета Кристалла Одного цвета Бочки Вот эти Точнее Ящики На геймбое Блин Два По-моему Или три Одновременно Или четыре Там Или на Денди Четыре Одновременно Эх Сердечко Большое Не хочу Я залезать В бонус Потому что Я А Бонусы Надо Да Уай Не Не хочу Сориан Так Мы снова Добрались До самого Сложного Босса В истории Видео Игра И текст Желательно Скипать На второй раз Добавить Функцию Такую Почему Ты не прыгнул По-моему Это реально Червяк Джим Какой-то Не удивлюсь Если здесь Последние уровни Будут В стиле Градиуса С органикой Какой-нибудь Кишащей Живой Трепещущей Разработчики Может быть Были фанатами Гиггера Гиггера Даже в Мегамэнах У фанатских Играх Без этого Не обошлось Зачем Зачем Я прыгаю Ноги Медленно Идут Можно Через них Перескочить В любом случае Это коротко О моей Концентрации Вообще Ноль Из десяти Вот опять Что я делаю Нифига я прыгаю Даже башка Это медленно прыгает Хилку-то никак не Это троллинг Тоже Отразу Можно было сделать Знаете Что Сто жизней Чтоб оттуда Падало И все В яму Так вот Сыпется 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 Такой Ай Блин Сто жизней Опять Я зачем-то прыгнул Многие Идут Медленно Башка Тоже Успеешь Среагировать Если ты лежал Даже Нашевелился Изи Знаете Что Вспомнилось Не знаю Я был побежден Снова Какой ужас Ох Ох Вау Вау Монтана Монтана Макс Доберется На Театр Он Закроет Его И все Мои таланты Пропадут Пожалуйста Станови его От покупки Театра Найди Найди Ее Чурли Специальный Талант Она Поможет Ха 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 Это Театр Блин Моим Скоро Я его Куплю И Скоро Закрою Этот Театр Построю Свою Собственную Фабрику Это Театр Мой 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 Фига Поехавший Большое сердечко Лечит Все Почему-то Меня Переглючило Я Почему-то Подон Вот Это Яма спускаемся в лабиринт пошел гонка не хочу монтана мы же две мини-игры заморочили сделали обалдеть финал специально сделаешь ты подфармил хе-хе-хе-хе я бы ждал тебя я охранник монтана макса я поймал твоего друга жаль не могу позволить идти она будет моим ужином сегодня давай спокедон какой-то аналог желтого дьявола что-ли что ты в инпут не ешь мой пожалуйста что с тобой делать а он сам себя бьет лоу он сам себя завалил о а ты пришел навестить меня сейчас я в безопасности этот волк раздражал меня своего плохой кармой ну а как сбежать сам джанк что я знал о джанке ну теперь ему в безопасности блин слушай ты мне утка утомила уже и чё а мы сможем перелететь теперь через ту пропасть слушай у меня что своя утка в команде есть чё она не летает а анимация полета просто пипец и почему то у него голова слишком большая вау она еще и молниями стреляет кто бы мог подумать слушайте вот этот уровень уже был смотрите это же второй да блин это копипаста какая-то этот уровень же в игре использовался ну чё там эх вы не серьезно то есть мне сейчас предлагают всю игру заново пройти что ли ох ты ж ёлы-палы ё-мая гир здорово браток большое спасибо за рейд доброго вечера ой доброго вечера еще раз большую сейчас спасибо у нас здесь тенетун шестой какой оказалось существовал рюске привет здорово ой мы играем в игру в которую вы вряд ли видели хотя наверное лучше бы и не видели здрасте 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 привет ладно давайте обгоним червя он же медленный будет жмем а б по очереди а это типа тренировочный забег нифига себе как наловчился вот это в виде спорта поздравляю там тебе подарок ну плюс три монетки что ли уничтожить так я хочу дополнительные жизни хочу со страусом сразиться он самый сложный не хочу я правила давай страусом давай блин давай блин кто первый был по ходу он а нет я был первым и плюс одну жизнь хочешь ли ты выйти да хочу все поехали вот этот уровень в игре уже был они просто нагло скопировали второго уровня вот так новость слушайте действительно там было шесть или семь еще я кнопки путаю фига а ты что вы серьезно такого босса делаете он сразу уезжает что делать что делать очень странно кто то в эту игру играл эй жулик он по таким ямам ездит короче надо наверное вот такие колеса на машине иметь чтобы по нашим дорогам ездить без вреда для себя машины вообще ха 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 ты вказался ты храбрее чем я думал ты думаешь ты сможешь остановить меня от покупки театра ха 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 я самый богатый человек а ты нет ты понимаешь твою проблему за счет того что если я продам тебе его за пятьдесят кристаллов что ты думаешь у тебя нет столько денег камни короче короче ты бомж нету у тебя кристалла ты что получается я бы мог 은 какое купить театр у него мог то есть надо пройти без смертей чтобы можно Продолжение следует... Так, я на последней жизни только понял, как его убить Прикольнее даже босс, должен сказать Он мог бы еще, конечно, пострелять, типа, чем-то Для разнообразия С воздуха Но для пиратов, которые, знаете, поленились даже Сделать дополнительный финальный уровень и просто второй Скеппастеля Уже успех Интереснее боссов даже официального телекуна Первого Келовек в бар завезли длиннее, чем в один кусь Так много Прошли, кажется Судя по музыке финаль Походу, да Спасибо за ггнайкор Продолжаю свою карьеру актрисы Как раз вовремя Мой выход В другом Чего? Я стану большой звездой Кажется, игра несложная Да, несложная За полчасика реально пробежать Спасибо, Сейферикс Вот если бы в детстве такое попало Спасибо, Гир Вот сто пудов конь приняли бы за полноценную третью часть Но в детстве у нас полноценная третья часть уже была И вы знаете, как она называется, правильно? И даже четвертая была Понял Я понял, я понял Я же поперхнулся Почему она шестая? Была первая Была вторая Официальная Была третья, четвертая А вот пятая, я не знаю, была или нет А вот эта шестая Четвертая какая? Это Бастер Банни Или как там, Бакс Банни День рождения Короче, он с полотком ходит Вот это была Тинетон 4 97-й год J.U. Company Или G.V. Все права защищены Даже так See you next time А гляньте, какой титульник у нее Вау, класс Хотя, какая тут надобность В смене персонажей Тоже бы понятно Могли бы это как-то расширить Сделать небольшой полет Утки Там, медленные падения А так, чем они отличаются Так от тем, что Один метает Ананасы Другой арбузы Третьи морковки Гонны